Металлоискатель Это фольгу и черные металлы Шкала не только дает наводку, какой металл находится под землей, но и подсказывает примерное расстояние Обычно на то, чтобы обнаружить что-то значимое, уходит не один час или даже день Нам повезло с первого раза Значит, что мы что-то нашли? Это мы нашли Давайте же посмотрим Это советская монета, это серебро 1924 года распространенная монета называется молотобоец Как оказалось позже, везение случайно Монету Евгений специально прикопал перед нашим приездом, чтобы произвести впечатление Каждый раз, когда простой обыватель слышит слово «клад», он представляет огромный мешок с золотом На самом деле все намного прозаичнее И чаще всего, выходя в поле с металлоискателем Поисковикам удается найти обыкновенные гвозди или куски металла, не представляющие никакой ценности Для Евгения поиск кладов хобби, но есть и те, кто, вооружившись спецтехникой, выходят на охоту за крупной добычей Черных копателей не останавливает ни угроза уголовной ответственности, ни крупные штрафы Они как раз таки занимаются поиском археологических вещей, для того, чтобы, скажем так, наживиться, продать их на черном рынке Даже при поиске металлолома стоит знать несколько простых истин Копать на объектах археологии и искать артефакты, лежащие в культурном слое, запрещено Как и изымать из земли объекты старше 100 лет Евгений ни одно из своих находок не продал, он их собирает Самое ценное, это, конечно, монеты, которые реже всего попадаются Вот, допустим, монеты времен Екатерины Второй правления, 1773-1775 года То есть монетам 250-240 лет Такие большие, можно было корову купить Советские серебряники, копейки времен Крымского ханства, украинские гривенники Все это он нашел в полях, на местах бывших деревень и сражений И хотя археологической ценности они не имеют, у специалистов на это свое мнение Поскольку археологические памятники все на территории нашего полуострова никому неизвестны И нет никакой гарантии в том, что находясь в чистом поле За пределами известных археологических объектов Человек не находится на территории неизвестного археологического памятника Даже если вы обнаружите объект, представляющий историческую ценность Проводя земельные работы дома, по закону нужно обратиться в любое официальное археологическое учреждение Без оценки специалистов и разрешения в виде открытого листа Находку не примут ни в одном музее Татьяна Балыкина, Андрей Псом и Сейфмемед Кукчев Утро нового дня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова